Сегодня новосибирские учителя и поставщики питания обсудили организацию горячих обедов в школьных столовых. Напомню, в этом году все ученики младших классов получают его бесплатно. О том, как изменились правила приема пищи на больших переменах, расскажет Екатерина Новгородцева. Сегодня на обед у школьников борщ, картофельное пюре, рыбное котлета и компот из смородины. Каждый день в этой столовой кормят 450 учеников младших классов. Потоки детей разводят. Одновременно обедают не больше четырех классов. Сидят на разных рядах. За каждым столом шесть человек, но правилам это не противоречит, ведь ребята в любом случае контактируют на уроки. Увеличилось, во-первых, количество перемен, на которых питаются школьники. Во-вторых, в связи с ограничительными мерами по коронавирусной инфекции смещено расписание занятий где-то на пять, где-то десять минут, чтобы дети разных параллелей не пересекались как в классах, так и во время приема пищи. С первого сентября все младшеклассники Новосибирска получают бесплатное горячее питание. Это полноценный обед или завтрак, в зависимости от того, в какую смену учится ребенок. Заявления на получение льготы должны написать родители. Все родители перешли на государственное федеральное питание. У нас были категории многодетных, малоимущих. Они перешли на государственное питание. Заявления все собраны в полном количестве 100%. Единственное, что дети УВЗ писали отдельные заявления у нас на социального педагога. На них издан приказ. У них питание двухразовое. У них завтрак и обед. Все продукты и блюда должны соответствовать установленным стандартам. Исключена подача полуфабрикатов, опасных и некачественных продуктов. Школы и поставщики проходят обязательную экспертизу. Витаминизация, так же, как и гласит санитарные правила, витаминизация третьих блюд. Она проводится, фиксируется в журнале. Все как обычно. В рамках санитарных правил действуем. Их никто не менял. И если мы говорим о завтраке, то это должен быть горячее блюдо, плюс горячий напиток и плюс закуска. Продуктами эту школу обеспечивает комбинат Ленинского района. Они же поставляют питание еще в 18 учебных заведений. Пять из них привозят готовые блюда. Там нет возможности готовить на месте. Всего на обеспечение школьников младших классов горячими обедами в этом году выделено больше полумиллиарда рублей. Екатерина Новгородцева, Сергей Жданов, Новость ОТС.